МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не тотальный запрет, а ограничение импорта. Теперь, если у нас странного лекарства, есть хотя бы два отечественных аналога, выберут российского производителя. Фармацевтическая политика. Чем лечат в больницах после ограничения закупок импортных лекарств? Вся Транссибирская магистраль от Южноуральска до Красноярска больше 1280 километров на одном электронном табло под наблюдением 24 часа в сутки. Зимний график и дополнительные маршруты. Куда отправились новые составы железнодорожного вокзала? Тот, кто поставляет нам продукцию, сказали, что все нормально. Все нормально, да. Энергетики под запретом, но не везде. В каких торговых точках не соблюдают областной закон? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу два новых маршрута запустились сегодня с вокзала Новосибирск-Главный. Теперь можно комфортно и быстро доехать до Томска и Барнаула. Мой коллега Александр Куршев побывал не только в вагонах, но и заглянул в самое сердце железнодорожной станции. Интерьер нового экспресса Новосибирск-Томск. На стенах пейзажи природы сибирского региона. На полу мягкие коврики, на столах белоснежные салфетки. Трудно поверить, но это эконом-класс. Пять вагонов, в каждом из которых по 56 комфортных мест. Точно такой же состав теперь ежедневно будет курсировать между Новосибирском и Барнаулом. И через день между Новосибирском и Новокузнецком. Сегодня, когда идут два скоростных поезда, отправляются на Томск и Барнаул, вот это как раз линейка тех последовательных системных мер. Я думаю, что будет удобно людям. Удобнее. Четыре часа безопаснее, чем на транспорте. Никакие там эти условия не срабатывают, никакие-то другие неудобства. Здесь все будет удобнее. Поэтому я благодарен тому продолжению тех идей, которые реализуются. Основное внимание уделили стоимости проезда. К примеру, из Новосибирска до Барнаула за один взрослый билет придется отдать всего 377 рублей. В то время как на маршрутном такси дорога обойдется почти в 600. Кстати, в новом расписании появятся и некогда отмененные поезда. Мы восстановили Новосибирск-Новокузнецк поезд. Который тоже у нас будет курсировать с нового графика. Одним словом, график полностью переработан, нацелен на пассажира, чтобы ему было удобно. Сердце западносибирского транспортного сообщения. Центр управления. Каждый день здесь десятки специалистов пристально следят за всеми пассажирскими и грузовыми составами. Вся Транссибирская магистраль от Южноуральска до Красноярска больше 1280 километров на одном электронном табло под наблюдением 24 часа в сутки. Здесь не полагается на случай, только точная математика. Допуск для посторонних закрыт. Сегодня сделали исключение. Губернатор лично инспектирует работу системы и всей ее команды. То есть ты отслеживаешь график формирования поездов по местам формирования? Губернатор привел пример случившегося под Машково, когда из-за обвала грунта было надолго нарушено транспортное сообщение поездов. Он поинтересовался, возможно ли сегодня устранять такие ЧАЭС более оперативнее. Ответ был убедительный. Таких ЧАЭС больше постараемся не допустить. Александр Куршев, Алексей Баженов. Новости УТС. Новосибирский областной суд вынес сегодня приговор банде черных риэлторов. В общей сложности перед Фемидой предстали 12 человек. Банда действовала в Новосибирске с 2005 года. На ее счету 6 убийств и 2 покушения, а также мошенничества. Всего следователи раскрыли 30 эпизодов. Злоумышленники спаивали своих жертв метиловым спиртом и отбирали у них квартиры. Несколько человек умерли, другие остались инвалидами. У группировки черных риэлторов были связи как в полиции, так и в юстиции. Присяжные вынесли подсудимым обвинительный вердикт, на основании которого судья сегодня поставила точку в этом деле. Подсудимые признаны виновными практически по всем эпизодам преступной деятельности, которые обвинялись органами предварительного следствия. Подсудимый Абрамов как руководитель созданной им преступной группы осужден к пожизненному лишению свободы. Другие подсудимые также осуждены к лишению свободы на определенные сроки. Нет иностранным лекарствам, имеющим отечественные аналоги. В России вступило в силу постановление, которое ограничивает госзакупки импортных препаратов для больниц. Наталья Цопина выясняла, чем лечат пациентов в условиях новой фармацептической политики. Не тотальный запрет, а ограничение импорта. Теперь, если у нас странного лекарства, есть хотя бы два отечественных аналога, выберут российского производителя. Постановление уже вступило в законную силу. Его активно обсуждают россияне. Кто-то опасается аналогов. Медики уверяют, главная задача не снизить качество лечения пациентов. Так Ирина Дядева, начальник службы медобеспечения облбольницы, подчеркивает, при закупке лекарств медучреждения советуются с докторами, консультируются, насколько эффективны те или иные препараты. Наверное, не должно быть никакого страха, потому что все равно для того, чтобы разместить заказ на площадке и получить данный лекарственный препарат в нашем учреждении, мы, конечно же, прописываем такие характеристики для того, чтобы отыгрались те препараты, которые нам необходимы. В правительстве страны уверены, новые правила должны поддержать отечественного производителя лекарств. Наши фармкомпании с начала 90-х находились в упадке. Рост наметился лишь в последние пять лет. Еще одна цель – стимулировать иностранных коллег переносить производство в нашу страну, инвестировать их. Причем еще год считаться российскими и участвовать в закупках смогут лекарства, которые проходят в нашей стране только стадии упаковки. Ну, если это жидкая, это розлив, все не вампу, если это таблетка, сейчас она фасовка в пластинке сегодня. То есть такое, тоже считается, отечественное производство сегодня, и многие фирмы пошли по этому пути. В Центральной России, особенно там и Ярославль, и в Калуге сегодня большие предприятия. Ряд фирм, допустим, которые, ну не буду называть там, чтобы рекламу не устраивать сегодня. Онкологический препарат идет уже практически по полному циклу. На сегодня три четверти медикаментов в госзакупках импортные. Из 600 наименований списка жизни на важных препаратов в России производится меньше половины. Но уже к 2018 году, согласно указу президента, их должно быть не меньше 90%. Наталья Цопина, Александр Егоров, Новость ОТС. О росте цен на общежития новосибирских вузов говорили сегодня на сессии регионального молодежного парламента. Оказалось, что студенты часто платят немалые суммы за несколько квадратных метров. Анатолий Харитонов разбирался в принципах ценообразования в квитанциях за общее жилье. Студенты Новосибирского государственного медуниверситета рассказывают, за два года плата за место в общежитии на улице Залесского увеличилась в 8 раз и продолжает расти. Учащихся, что называется, задним числом вносят в списки должников. Я один раз из-за этого пропустил 4 месяца, и мне сделали выговор. Типа я не платил за 4 месяца. Хотя я платил, просто по старым этим расценкам. Тема повышения платы за место в общежитиях медицинского вуза стала одной из главных на сегодняшней сессии молодежного парламента. Оказалось, цену считают по специальной формуле. Стоимость квадратных метров плюс расходы на коммунальные услуги. Сумму умножают на коэффициент, установленный Министерством образования. Но кто и как утверждает эти тарифы? Внятного ответа на вопрос парламентарии до сих пор не получили. Подобная ситуация и в других учебных заведениях нашего региона. Мы планируем пока это сделать именно так, то есть собрать подписи, собрать какую-то такую резолюцию, узаконить процесс оплаты за общежитие и формирование оплаты, чтобы уже не ссылались на непонятные какие-то документы. На сегодняшней сессии юные депутаты создали рабочую группу. Ее задача – собрать всю информацию по вузам Новосибирской области, у которых есть общежитие, выяснить, кто и как устанавливает цены. Результаты проверки огласят в феврале, на следующем заседании молодежного парламента. Задавались вопросом даже, а зачем? Ну, студенты могут зарабатывать, в принципе. Когда рассуждали, получилось так, что, ну, пришли к мнению, что когда делают вот эти льготы для студентов, когда делают общежитие дешевое, это делается для того, чтобы студент качественно учился, для того, чтобы студент получал образование именно в полной мере, чтобы он головой своей думал, а не думал, как, например, стоять за прилавком, там, свободно оказывается говорить и зарабатывать деньги на то, чтобы оплачивать свое общежитие. Активисты планируют обратиться за помощью к депутатам законодательного собрания, а еще написать в Госдуму. Там у молодежного парламента Новосибирской области есть свой представитель. По мнению общественников, если в росте цен на общежитие нет ничего криминального и остановить его невозможно, то надо сделать формулу расчета тарифов простой и понятной для каждого студента. Анатолий Харитонов, Олег Сурков, Артем Валевич, Новости ОТС. Искупаться в Купино жители райцентра получили настоящий подарок – новый бассейн, который построили всего за два года. Алия Арзаева о спортивных объектах и областных программах. Мордость – это наш кабинет здорового обучения. У нас профессиональное обучение и дети, и я на столярном обучении. Это новая пристройка к зданию Купинской коррекционной школы. Здесь обустроили кабинеты информатики, математики, столярную и швейную мастерские, а также спортивный зал. Спасибо! На здоровье! А это уже новый плавательный бассейн. Строить его начали два года назад по областной госпрограмме. Вся сметная стоимость – 123 миллиона рублей. В новом бассейне четыре плавательные дорожки длиной 25 метров. Он способен за одну смену принять 120 посетителей. После его открытия в Купино появилось 26 новых рабочих мест. Это преобразование очень серьезной инфраструктуры в жизни районного центра. Конечно же, будем поддерживать. То, что мы называем сегодня плавательный бассейн – это подарок. Это нормой будет, поверьте, будет нормой нашей жизни и на сельских территориях, когда будут появляться специализированные и игровые залы, общие игровые залы и другие объекты. Поэтому обязательно будем. Там, где инициатива есть, а здесь есть инициатива. Поэтому поддержать инициативу сам Бог велел. За последние пять лет в городах и районах области реконструировали и построили 43 спортивных объекта. Больше чем в ста школах отремонтировали спортзалы. На развитие спортивной инфраструктуры регионов только из областного бюджета выделили свыше полутора миллиардов рублей. Алия Арзаева, Новости ОТС. И смотрите далее в нашем выпуске. 17 дней остается до Нового года и время задуматься о том, каким будет ваш праздничный стоп. Больше всего концертов будет в Новосибирске. И Новосибирск стал без преувеличения очень серьезным центром. Ну, потому что когда спарринги, там можно хоть какие удары делать. Новогодние банкеты для взрослых, живой звук, подарки, выступления лучших артистов, а также детское театрализованное представление с дрессированными животными и лазерным шоу. Ждем вас в ДК «Актябрьской революции» на Ленина 24. Звоните 381-8274. Слабоалкогольные энергетики под запретом, однако их по-прежнему можно купить. Владельцы многих торговых точек не спешат отказываться от дополнительной прибыли. Мой коллега Алексей Кузьмин выяснял, где игнорируют областной закон и как употребление энергетиков влияет на здоровье. Запрет действует уже три дня, но в магазинах и не думали убирать с полок алкогольные энергетики. В каждом втором можно найти коктейли. Эксперты видят причину, в том числе и в юридических коллизиях. Подобные законы, принятые на региональном уровне, они физически не могут работать, потому что на федеральном уровне эти продукты разрешены к продаже. Пока сложно судить об его эффективности в принципе, потому что должно пройти определенное время, необходимое для надзорных органов, контролирующих органов, которые будут прослеживать его исполняемость. Главные покупатели – подростки. Официальной статистики нет, но врачи считают, что употребление энергетиков сокращает жизнь на несколько лет. Слабоалкогольные энергетические напитки губительно влияют на пищеварительную, нервную, а также сердечно-сосудистую систему, тем самым провоцируя инфаркты. Поэтому такие напитки не должны входить в рацион нормального, здорового, а тем более больного человека. Эти смеси состоят на 80% из мощных синтетических стимуляторов, таких как кофеин, тебрамин, таурин и сахар. Тем не менее, продавцы убеждены, что данную продукцию продавать можно, хотя и слышали про закон. Тот, кто поставляет нам продукцию, сказали, что все нормально. Все нормально, да, то есть вы не в курсе просто, получается? Я еще раз говорю, я спросила, мы слышали по телевизору, нам сказали, обращайтесь в маркет, нам ответил маркет, что все можно. Журналисты ОТС провели экспресс-опрос и выявили, что новосибирцы одобряют запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков. Только положительно. Я только за, за то, что их запретили. Потому что я работала в школе, и то, что дети пили эти энергетические напитки, вы знаете, ну влияло очень плохо на них. Ну очень хорошо отношусь. Вообще у меня такое отношение, что чем глубже мы спрячем эту торговлю, тем лучше будет для всех, потому что уже, ну, дальше уже некуда, понимаете. Молодежь что-то кругом с утра до вечера с этими баночками, что-то в каком-то невменяемом состоянии ходит, поэтому, да, я только за. Не отрицательно и не положительно, нейтрально. И, кстати, о наказании. Штраф за продажу энергетика для должностных лиц от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических от 20 до 30 тысяч. При повторном нарушении штрафы возрастут почти в 10 раз. Алексей Кузьмин, Алексей Баженов, Артем Валевич, Новости ОТС. Сколько стоит Новый год? На канале ОТС стартует серия репортажей. Наш корреспондент Борис Киргенеков каждую неделю будет проверять в магазинах стоимость основных новогодних продуктов, чтобы выяснить, как изменятся цены к празднику. 17 дней остается до Нового года и время задуматься о том, каким будет ваш праздничный стоп. Традиционно цены в магазинах на главные продукты Нового года, шампанское, мандарины и конфеты дорожают. Раз в неделю на канале ОТС мы будем проверять стоимость этих товаров, чтобы узнать, как изменится ценник 31 декабря. Мы составили продуктовую корзину к празднику. Выбрали 7 категорий товаров, которые новосибирцы чаще всего покупают к Новому году. Обязательно мандарины 1 кг – главный атрибут праздника. Российское шампанское без его набокалов 31 декабря не обходится. Коробку конфет – одну из самых популярных марок. Курицу. Помидоры. Как раз и выясним, повлияла ли на их стоимость турецкая продембарга. Красная икра, баночка в 140 граммов. Последней в нашей корзине будет десяток яиц. Без них салатов на стол не сделаешь. Для проверки мы выбрали две точки – крупный супермаркет и небольшие уличные рынки. Начнем с последних. Мандарины из Марокко стоят 140 рублей за кило. Ценник участников одинаковый. Видимо, договорились. Помидоры из Ташкента – около 200. На вид спелые. Покупатели уже заметили, что цена на продукты в таких местах растет. Уже начинают продавцы поднимать? Да, я считаю, помаленьку начинают. А ближе к новому году, я считаю, еще будет поднять. Я в рыбной киоске разговаривала с продавцем. Но у нее бешеная цена. Кстати, о рыбном. Весовую красную икру мы не нашли, только фасованную в банках. Цена 330 рублей за 140 грамм. Курица – 150 за килограмм. За десяток яиц первой категории продавцы просят 54 рубля. Того, что ценник вырастет к празднику, сами продавцы не скрывают. К новому году этот ценник будет повышаться, нет? Что будет? Ну, к новому году эта цена будет. Вот как мы можем вам гарантировать? Ну, по опыту прошлых лет, если так. По опыту прошлых лет повысится. К празднику. Берите сейчас. Дальше мы отправились в крупный супермаркет. Заходим в врачной отдел. На первый взгляд цена не сильно отличается. Зато качество хуже. 117 рублей килограмм. И тут с учетом того, что это по акции. Но качество фруктов, не знаю, по-моему, оно оставляет желать лучшего. Однако конфеты, к примеру, купить в магазине дешевле, на 30 рублей. То же касается и мороженой курицы. Килограмм обойдется на 20% меньше. Бутылка популярного российского шампанского стоит порядка 200 рублей. Обычное шампанское российское можно купить за 160 рублей. Но это с учетом скидки. Без скидки она обойдется 190. Красная икра опять только в банках. Сравниваем со стоимостью на рынке. Дешевле на 10 рублей. Все цены мы записали и посчитали. Общая цена на продукты после нашей сегодняшней проверки получилась следующая. Чтобы приобрести все вышеуказанные продукты на рынке, нужно потратить 1130 рублей. Правда, это без бутылки шампанска. Ее в таких местах не продают. В супермаркете сумма получилась чуть больше. 1264 рубля. Но это без скидок и акций, которые предлагают магазины покупателям. Как изменятся цены на продукты через неделю, мы обязательно проверим. Борис Киргенеков, Борис Гладких. Новости ОТС. Лес рубят деньги, летят. Ущерб от деятельности браконьеров. В этом году вырос в три раза. В лесном техникуме Тагучина провели лекцию, на которой рассказали об уголовной ответственности за незаконную вырубку деревьев. В тонкости природоохранного права вникал Сергей Толмачев. Антон Обухов учится на втором курсе техникума лесного хозяйства. Браконьеров пока не ловил. Законодательством досконально не знаком. Но у него есть свои предложения по наказанию тех, кто без разрешения берется за бензопилу. Почему нас не сажают за вот эту вырубку? Так как, если бы подумать логически, то нам же можно было, допустим, вместо того, чтобы просто с них штрафы брать, с этих людей, а взять, например, и заставлять же эти деревья садить. А пока деревья сажают лесники, чтобы хоть как-то возместить ущерб от незаконной вырубки. По самым скромным оценкам, за год браконьеры уничтожили лес на 19 миллионов рублей. В три раза больше, чем в прошлом году. Либо ущерб взыскивать, либо заставлять устранить нарушение законодательства в натуре. Но так как при незаконных рубках сам, как таковой предмет, сырорастущее дерево, он в понятии законодательства исчезает, а появляется заготовленная древесина, поэтому она у нас подлежит по закону изъятию и рассчитывается соответствующий ущерб. А если факт браконьерства удалось доказать, то возбуждается уголовное дело. В нынешнем году природоохранная прокуратура инициировала шесть уголовных производств. Об этом сегодня тоже рассказали студентам. И второкурсник Антон ушел с лекции более подкованным в правовых вопросах. Сергей Толмачев, Анна Фомина, Михаил Кауров. Новости ОТС. Вслед за Рождественским Новосибирская филармония уже готовится к Транссибирскому арт-фестивалю. Всемирно известный скрипач, наш земляк Вадим Репин, сегодня встретился с журналистами, чтобы рассказать о некоторых особенностях грядущего форума. Елена Медведик подробнее. Транссибирский арт-фестиваль – крупнейшее культурное событие региона, уже получившее мировой резонанс. Если в первый год выступления шли в трех сибирских городах, то сейчас музыкальные встречи радуют публику и в российских мегаполисах, и в дальних странах. Больше всего концертов будет в Новосибирске, и Новосибирск стал без преувеличения очень серьезным центром, важнейшим центром довольно крупного фестиваля, который, кроме России, пройдет еще в трех странах. В 2016 году это Израиль, в котором состоится 8 концертов в пяти городах. Это Южная Корея с двумя концертами, Япония – 6 или 7 концертов в четырех городах. Вадим Репин – скрипач-виртуоз, признанный мировым музыкальным сообществом. Признается, еще за полгода до музыкального события уже ощущает трепет и мандраж. В передверии фестиваля именно он формирует программу и приглашает звезд. Уверяют новые имена, и бесспорные гении будут выступать на главной музыкальной сцене Новосибирска – в зале имени Катца. Министерство культуры со своей стороны обеспечивает материальную базу проведения фестиваля. Это замечательный концертный зал имени Катца. Должен отметить, что за прошедший год со времени предшествующего фестиваля зал стал еще лучше. Большая часть фестиваля – выступления музыкантов-струнников. Сибирскую публику ждут громкие премьеры, традиционный детский концерт, лучшие произведения Прокофьева и Бетховена и многое-многое другое. Кроме того, желающие могут услышать игру на редких деревянных духовых инструментах. С одной стороны, это беспрецедентный случай развития такого проекта, но должен сказать, что с самого начала это была наша идея. Начиная от названия нашего фестиваля – «Транссибирский магистраль», «Транссибирский путь», «Транссибирский мост» – физическим, я бы сказал, мостом соединять Восток и Запад. В апреле – Россия, в марте – Израиль, в июне – Дальний Восток, в перспективе на 2017 год – Европа. Такие масштабные планы вынашивают у строителей Транссибирского арт-фестиваля. Они обещают – Новосибирск услышит и увидит лучших музыкантов-профессионалов. Елена Медведик, Александр Егоров, Новости ОТС. У школьников Новосибирской области осталось два дня, чтобы подать заявки на участие в новогоднем Кубке КВН. Финальные прослушивания пройдут в эту среду. Наша съемочная группа сегодня побывала на одной из репетиций команды участников. Итак, представьте, две девушки застряли в лифте. Блин, мы застряли, что делать будем? Я не знаю, у меня пилочка есть. Ну, пили тогда. Да дверь пили. Ой, все. Да ну, блин, ноготь сломала. Я знаю, что нужно сделать. Нужно позвонить папе. Точно. В актовом зале 188-й школы Новосибирска сегодня кипит творческий процесс. Молодые юмористы дописывают сценарии, подбирают музыку, костюмы. А руководитель, как опытный КВН-чик, подсказывает, что исправит, чтобы выступление стало более зрелищным и профессиональным. Добой! Добой! Побит, побит. Александр основал эту команду пять лет назад. За спиной у ребят уже много выступлений. И не только на сцене школы. А в прошлом году они стали победителями золотой лиги КВН среди школьников Новосибирска. Сейчас вышли на новый уровень, областной. Потому и требования теперь в разы выше. И правильно работать и на камеру, и на зрителя. Больше в два раза, в три раза больше отыгрышей, естественно. Ну и тут главное уже чувствовать динамику. Потому что зал, наверное, будет в два раза больше. Все шутки придумывают сами. Для новогоднего кубка выбрали лучшие. Кроме этих ребят примут участие еще 14 команд. Смешить новосибирцев приедут дети из Барабинска, Бердска, Купина и Горно-Алтайска. Кубок открытый, потому участвовать может любая школьная команда. Заявки принимаются до среды. Затем отбор. Ребята играют школа со школой, район с районом. А какого-то такого понятного КВНовского лифта все равно нет. Потому что есть единые требования для того, чтобы команда росла. Команды из удаленных районов будут отбирать дистанционно. Школа отправляет видео выступления, а тут в Новосибирске редакторы отсматривают и дают рекомендации. Судить будут КВНщики с приличным стажем. Приедут даже участники высшей лиги и редакторы телевизионного объединения АМИК. Финал 20 декабря в Доме культуры Горького. Елена Мирошниченко, Николай Лещев, Новости ОТС. Тем временем в Новосибирском цирке прошел фестиваль-конкурс «Арена-2015», участниками которого стали дети. Аплодировал юным артистам и наш корреспондент Николай Сальников. Более сотни артистов показывают свое мастерство на арене новосибирского цирка. Возраст участников от 5 до 14 лет. География гостей впечатляет от Тюмени до Ангарска. Такой слет юных артистов цирка в Новосибирске проходит в шестой раз. Среди организаторов областное министерство культуры. Здесь уверены, год от года уровень подготовки ребят повышается. Хотим посмотреть, чтобы ребятишки не просто приехали, а поучились. Самое главное не то, что они будут просто выступать, они займут какие-то места. С ними будет заниматься профессиональное жюри. Укажут на недостатки, покажут, как это лучше сделать. Кого-то, может быть, отберут и присмотрят для своих будущих программ. Но это всякое бывает. Пригласят к себе, потому что здесь представители Росгорццирков находятся в членах жюри. Еще недавно детским студиям не хватало педагогов по различным жанрам. Однако, несмотря на это, интерес у детей большой. И далеко не только за счет ребят, у которых на арену выходят родители. Интерес, конечно, просыпается. И мы видим на каждом фестивале новые-новые звездочки. То есть, вы же понимаете, что цирковое искусство, оно особенное искусство. И туда идет не каждый ребенок, а тот, который обладает определенными данными. И который не боится высоты, не боится каких-то трюков очень серьезных. Фестиваль-конкурс уже сегодня называют уникальным событием. В планах новосибирских деятелей культуры сделать так, чтобы событие обрело федеральный статус. А если учесть возраст участников, то за будущее российского цирка точно можно не беспокоиться. Николай Сальников, Артем Валевич, Новости ОТС. В мегаполисе прошел межрегиональный турнир под Хаквандо «Новосибирск Оупен». Его уже называют спортивным брендом города. За год число участников выросло вдвое, а победители могут получить шанс попасть в областную сборную. Подробнее расскажет Константин Бухтатов. Хаквандо – это не только спарринги или, как их правильно называть, массоги. Новосибирский турнир включает в себя три дисциплины. Владение элементами, туль, измерение силы удара и как раз массоги. Диана Петровская очень хотела бы выступить в них, но не позволяет возраст. До девяти лет контактная дисциплина запрещена. Ну, потому что, когда спарринги, там можно хоть какие удары делать. И нет, ну, как сказать, ну, нечего, ну, повторять нельзя. Ну, за другим не надо повторять. Если в прошлом году на ковер выходило 120 спортсменов разных возрастов, то нынешние соревнования собрали вдвое больше участников – 250 человек. Очень тяжелая работа организаторов – это представительство Новосибирской области на всероссийских соревнованиях. Спортсмены везде выезжают, завоевывают уважение. Ну, и как следствие внимания всех остальных регионов, которые хотят приехать, помериться силами, обменяться опытом и поучиться. Да и география в этом году шире. Помимо традиционных гостей из Барнаула и Омска, в этот раз свою делегацию отправили уральские бойцы из Екатеринбурга. Свой вклад вносят как спортсмены и тренеры, так и организаторы. У нас уровень турнира очень сильный образ. У нас появились, то есть, соответственно, люди, которые занимаются отдельно. Отдельно люди занимаются дизайном, отдельно люди занимаются разработкой каких-то там мероприятий, того же открытия. То есть, это целая команда. И у нас поддерживает администрация в этом сильном, мэрия города поддерживает. Соответственно, это уже уровень и это уже бренд. Несмотря на юный возраст, Егор Ракшин в тэквондо уже не первый год. И эти соревнования для него лишь проверка перед куда более серьезным стартом – чемпионатом России, где ему совсем скоро предстоит выступить. Что тренер говорил? Жестче делай, сильнее, концентрация, волна. Ну, вот нам сейчас говорили, что ты на Россию готовишься, чтобы на Россию выступать. Поэтому поделись эмоциями, чего ждешь там. Первых мест. Переход от одной дисциплины к другой идет нон-стопом. Закончился спарринг, идешь демонстрировать силу удара, а затем владение техникой. Константин Бухтатов, Антон Мамаев, Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работала Иван Кудинов. До встречи. Праздник начинается. Грандиозные скидки на Мутон до 70% от 7000 рублей. И снова найдете то, что искали. Единственный государственный центр лечения наркологических больных. Квалифицированные специалисты. Анонимное лечение. Низкие цены. 367-00-69. САКУРА Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – торговая марка САКУРА. САКУРА. Качество, дизайн, функциональность. СПОТОВОЙ ТЕХНИКОЙ САКУРА СПОТОВОЙ ТЕХНИКОЙ САКУРА Для приготовления домашнего завтрака И 15 минут Вполне достаточно. В ближайшие дни сохранится влияние антициклона. Ожидается малооблачная умеренно морозная погода. 15 декабря, по прогнозу Западно-Сибирского метеоагентства, в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер юго-западный – 2,7 м в секунду, порывы до 12, влажность 81%. Температура ночью – минус 9,11, днем – минус 4,6. В последующие двое суток временами небольшой снег. Температура воздуха в среду – днем – 4,6, в четверг – минус 3,5 градусов. На этом о погоде все. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин